Согласитесь, что ощущение, что вот эти вот строчки написал не вальяжный помещик, не великолепный адвокат и дипломат, не любитель женщин и хорошо поесть, а человек, который вот обречен всеми теми невзгодами, который каждый раз, вот как все мы, видит страдания наших больных и мечтает, когда же появится вот эта вот самая нескудеющая сила. Вот давайте на примере рака предстательной железы и больных с метастазами в кости раком предстательной железы посмотрим, появляется ли вот такая вот нескудеющая сила, или мы все-таки стоим еще на одном месте. Итак, проблема достаточно большая. Действительно, одна из наиболее частых встречающихся патологий, имеется в виду злокачественные опухоли, в Соединенных Штатах и в Европе уже вышел на первое место давно у мужчин. Вы видите, что каждый шестой мальчик, который сейчас рождается в течение своей жизни, заимеет рак предстательной железы, и больше чем у половины из них он будет клинически значимым. В нашей стране идет беспретендентный рост, ни одна злокачественная патология никогда в нашей стране не росла столь быстро, как сейчас идет нарастание рака предстательной железы. 8 с лишним процентов в год. Ну вот представьте, почка, которая на втором месте, она около 3 процентов, там щитовидная железа у женщин около 4 процентов, а здесь 8 с лишним в год. Когда же этот рост остановится? Я приблизительно могу сказать вам на примере Соединенных Штатов. Там была приблизительно такая же ситуация, и рост рака предстательной железы остановился тогда, когда он достиг роста рака молочной железы. Мы не зря, наверное, две эти патологии сегодня смешиваем. Поэтому сейчас в нашей стране 50 тысяч женщин с раком молочной железы, и 25 тысяч мужчин с раком предстательной железы. Вот подождем, значит, еще лет 7-8 он будет нарастать с такими же темпами, к сожалению, и работы нам хватит. Есть еще одна проблема с раком предстательной железы. Вы смотрите, Москва и Московская область. Регионы рядом, а заболеваемость почему-то почти в два раза выше в Москве, чем в Московской области. На самом деле, конечно, это больше связано с системой выявления этих больных, но, в принципе, я еще раз повторяю, что на самом деле рост заболеваемости идет, это видно хотя бы потому, что идет и рост смертности, иначе бы не было этого. И действительно, из всех видов злокачественных опухолей, это наиболее зависимая от гормонального лечения, в принципе, патология. Но у нас особый год, у нас сейчас 70 лет с тех пор, как появилась гормональная терапия рака предстательной железы. Кстати, эту дату связывают еще и вообще с основанием научного лекарственного лечения злокачественной опухоли, то есть с химиотерапией. Так что поздравляю вас, год у нас, в принципе, знаменательный. Действительно, Хаггинс вот ровно 70 лет назад это дело предложил, а идея была самая простая, что есть в организме мужчины тестостерон, который, в принципе, не нужен. Хаггинс предложил сделать медикаментозную, вернее, хирургическую кастрацию, ее делали. Чуть позже, уже в 70-х годах, появилась медикаментозная кастрация, вы видите, из-за нее была Нобелевская премия присуждена Шелли. Но осталась целая большая задача гормональной терапии, которая не решена, которая вот в этих пунктах отражена, когда назначать, как долго назначать, зачем назначать. И еще самое главное, так ли уж она безвредна, эта гормональная терапия, мужчинам, которые мы назначаем. Вы посмотрите, что происходит с кастрацией. 9 лет мужчины получают гормональную терапию, и посмотрите, насколько увеличивается риск переломов у этих мужчин. Вы посмотрите, к чему ведет сам по себе этот риск переломов, насколько он повышает риск смерти у этих мужчин. Это тоже понятно. Пожилые люди прикованы к постели, гипостатические пневмонии и так далее, и так далее. Все, что, в принципе, за этим следует. Что же делать? Да, как будто бы с медикаментозной кастрацией мы можем временно лечить больных, и это будет немножко лучше. Временно лечить, потом не лечить. Мы это называем интермитирующей терапией. Но вы посмотрите, даже вот 3 месяца еще кривые совпадают, да? А уже потом 6 месяцев, 9 месяцев и так далее, уже идет резкое нарастание роста переломов у этих больных. То есть снижение минеральной плотности костей и это. А если хотите, эта проблема может быть даже еще важнее при раке предстательной железы, чем при остальных патологиях. Почему? Как казалось бы, одинаковая частота, что при раке молочной железы, что при раке предстательной железы, одинаковая частота костных переломов. Но посмотрите на другое. Наши больные, я имею в виду наши мужчины, да? Они живут все-таки с раком предстательной железы почти в 2 раза больше, чем женщины. Я имею в виду тогда, когда уже появились метастазы. То есть метастатические формы этих больных. Значит, здесь еще более важно обеспечить достойное качество жизни этим больным. И есть еще одна особенность метастазов при раке предстательной железы. Дело в том, что они, вот если вы когда-нибудь снимок больного с костными метастазами рака предстательной железы увидите, вы никогда его не спутаете. Ни с молочной железой, ни с раком мочевого пузыря, ни рак поджелудочной железы иногда дает тоже остеосклеротические метастазы. И очень редко не мелкоклеточный рак легкого. То есть у нас метастазы не остеолитические, а остеосклеротические. Дело в том, что кость это не застывшая структура. Она так же, как и остальные мягкие ткани, она постоянно обновляется. И здесь идет вечная борьба остеобластов и остеокластов. На самом деле там еще и нуклеарные клетки и фагоциты участвуют. Нас интересуют вот эти вот две системы клеточные. Это вот знаете, в греческой мифологии были такие три сестры Мойвы. Что они делали? Две сестры вязали узелки постоянно, вот всю свою жизнь они вязали узелки. А третья ножницами срезала эти узелки. И вот когда завязывался один узелок, на земле где-то рождался человек. Когда срезался, где-то человек этот умирал. Вот такая же система с остеобластами и остеокластами. Одни из них нарождаются, другие из них падают. Так вот при раке предстательной железы побеждают узелки. Не ножницы, а узелки, в отличие от рака молочной железы, от рака почки и так далее. Поэтому метастазы идут, казалось бы, с нарастанием костной ткани. Но лучше это или хуже для больного? Оказывается, в принципе, то же самое. Оказывается, что не существует чистых остеосклеротических или остеобластических явлений. Они всегда смешанные. Но хрупкость костной ткани, она приблизительно та же. И риск переломов, в общем-то, он тоже абсолютно тот же. И чем мы можем помочь человеку в этой ситуации? Вот спектр тех действий, которые мы можем применить. И, конечно, вы видите, без фосфоната это единственная, получается, реальная вещь. Также при раке предстательной железы, как до сих пор говорилось и раке молочной железы, это действительно единственный вариант, где мы можем патогенетически вмешаться в этот процесс и повлиять на развитие костных осложнений. Так это или не так для рака предстательной железы? Или я говорю голословно? Нет, у нас проведено одно очень красивое, пусть одно, но очень большое, очень серьезное. Я имею по третьей фазе всего одно. Исследование, вот 0,39 протокол, очень красивое исследование, в которое одна группа больных получала за ядроновую кислоту, другая не получала. На сегодняшний день при раке предстательной железы я могу говорить только об одном без фосфонате. Вы спросите, а почему, почему не бандронат, скажем, почему не поминдронат? А я не знаю, потому что с ними не было никаких протоколов. А вот за ядроновой кислотой он был. И посмотрите, он показал, что время, основной отправной точкой было это костные осложнения. Вот он показал, что костные осложнения наступают значительно позже. Это выигрыш, конечно, выигрыш. Но вторым тоже неплохо. Он показал, что больные меньше страдают от костной боли. Тоже выигрыш. Почему же нет? Таким образом, мы с вами договорились, что при раке предстательной железы есть две проблемы. Одна, это вот то, с чего я начал сначала, что может быть даже до образования костных метастазов, но когда есть уже достаточно длительная гормональная терапия, нарушается минеральная плотность и возникает риск переломов у больных, у которых нет костных метастазов. И вторая проблема, это, конечно, те больные, у которых эти метастазы появились, там уже идет двойная ситуация. Там риск перелома может быть за счет потери минеральной плотности кости, а может быть и за счет самого перелома. Конечно, заледроновая кислота уже говорилась о ее механизме действия и это. Но мне бы хотелось похвастаться, коль мне дали вот трибуну, да, там скажем, вот онкологическую, я больше как-то в среде урологов чаще говорю, мы провели одно комплексное российское многоцентровое исследование. Много сейчас могут людей похвастаться многоцентровыми исследованиями в России, да. А мы вот сделали, вы посмотрите, какой блестящий список учреждений, которые, в принципе, в нем участвовали. Действительно, это было почти 100 больных у нас было включено в это дело. Видите, было проведено достаточное количество курсов этих больных. Тут говорилось о маркерах, да, мы использовали маркер костной резорпции, ну, здесь все как в 39-м протоколе. Поэтому мы сильно больших америк, в принципе, не открывали. Вы видите, и больные были, в общем-то, по схеме Солу-Уэя, у нас есть такая схема по числу костных метастазов. Вот, группа больных была, в принципе, достаточно тяжелая. И что мы получили, вы посмотрите. Оказывается, 8 месяцев лечения, я еще раз повторяю, это больные с множественными метастазами, у которых достаточно много. Вы посмотрите, по динамике активности, через 86% наших пациентов имеют нулевую или первую степень потери активности. То есть это фактически трудоспособные люди. Это даже те люди, которые, работая грузчиками, могут продолжать, в принципе, свою работу. Это на получении бисфосфоната, точнее, залидроновой кислоты. Вы посмотрите, по болевому синдрому 17 и 73, 90%. 90% больных имеют либо нулевую, либо первую степень болевого синдрома. То есть это вполне терпимая боль, которая не требует своей дополнительной медикаментозной коррекции. Эти больные могут управлять автомобилями, жить без всяких опиатов и так далее, и так далее. Разве это не выигрыш в качестве жизни этих больных? Конечно, и достаточно серьезный. Но сегодня говорилось о маркерах. Мы действительно, мы тоже выбрали маркер костной резоркции. Бета-кросс-лаб – это, в принципе, достаточно приличный и обсуждаемый в литературе в настоящее время маркер костной резоркции. И показали, что, в принципе, по его уровню мы можем прогнозировать не только отношение с костями у этих больных, но и вероятность появления новых метастазов, то есть вероятность прогрессии, вероятность возникновения гормональной резистентности по этому процессу. Поэтому, в принципе, рекомендую, маркер достаточно доступный, он не такой уж сложный для выполнения и не сильно дорогой. Таким образом, параллельно с 39-м протоколом, который был, я еще раз говорю, он был на большем количестве больных, я все понимаю, но, в принципе, мы подтвердили вот эти выводы, сделав их, в общем-то, достаточно своими. Более того, мы отметили у группы больных репарацию костных очагов. То есть костные очаги не исчезали, они никуда не исчезнут. Остросклеротический очаг, он никуда не денется, в принципе. Но мы видим, что там уже не та напряженность, не та уже рентгенологическая и денситометрическая плотность у него, значит, это еще один выигрыш это. Ну и независимо от этого, мы еще в своей клинике там провели еще исследование на 67 больных с приблизительно с тем же самым спектром обследования, где тоже, в принципе, показалось, что и повышение статуса у этих больных есть, и изменение болевого синдрома, и уменьшение прогрессирования некоторое. Но я очень хочу уберечь, во всяком случае, при раке предстательной железы от одной вещи, которую, к сожалению, очень часто декламируют. Нет абсолютных доказательств о том, что залидроновая кислота влияет на течение опухолевого процесса. К сожалению, ИКОК одно время инициировал протокол по превеншину. Был очень красивый протокол, больные, которые не имели костных очагов по нему, должны были получать залидроновую кислоту. Сначала речь шла о 8 миллиграммах, потом, получив одно осложнение, там, в виде отека легких, перешли на 4 миллиграмма это. Но, к сожалению, оно не закончилось, оно закончилось ничем. Поэтому на сегодняшний день я могу лишь сказать, что залидроновая кислота, не влияя на течение опухолевого процесса, тем не менее является тем вариантом, который, в принципе, нужно использовать. Ну, и я так понимаю, в следующем докладе будет очень красивый разговор о том, что, понимаете, у нас появилось моноклональное тело не к опухолевому белку. Мы к этому уже привыкли. Да, у нас давно много там и херцептинов, и авастинов, и так далее, да, моноклональных тел к опухолевым белкам. Но моноклональное тело к белку, который, в принципе, занимается именно вот этими вот делами, связанными с коснодезорбцией. Но поскольку при раке предстательной железы исследования были проведены, и, в принципе, я их знаю, вот такой вот красивый протокол у больных с неметастатическим раком, который показал, что, да, что назначение вот этого вот самого моноклонального антитела Деносумаба, оно вполне может произвести всю ту же ситуацию, а в некоторых случаях ее даже улучшить, которую могут нам позволить безфосфонаты. Поэтому, укрепляя минеральную плотность и имея не очень невысокий, относительно невысокий уровень нежелательных явлений, а если говорить о нежелательных явлениях тяжелых, нежелательных, серьезных нежелательных явлений, то что в контрольной группе, что в плацебо, количество, в принципе, этих вот осложнений, оно явилось, в общем-то, одинаково. Даже чуть-чуть в контрольной группе их было больше, это тоже понятно, почему, потому что профилактика некоторых, в принципе, осложнений велась. Таким образом, вот это вот резюме, которое могло бы быть по Деносумабу, я еще раз говорю, это не моя задача сегодня говорить, но мне просто попросили несколько слов об этом сказать, и вот оно есть. У нас есть собственный опыт, мы участвовали в протоколе по Деносумабу, он сейчас уже, в принципе, раскрыт, поэтому я могу говорить, что те больные, которые попали, которые были в опытной группе, которые получали этот препарат, мы, во всяком случае, это знали. Таким образом, мы всегда знаем, вот в этой цитате, мы всегда знаем, что с раком предстательной железы как надо поступить. Понятное дело, что нужна гормональная терапия, нужна допривация андрогенная. Но, как это сделать правильно, вот это вот самое трудное. И, может быть, в решении вот этого вот самого трудного вопроса нам в известной мере бы бесфосфонаты немножко помогут, и тогда с их помощью мы вот эту вот пастерскую заповедь апостола Павла, быть всем, чтобы помочь хотя бы некоторых, спасти хотя бы некоторых, некоторых больных, мы спасем вне всякого сомнения. Потому что, в конце концов, нашей задачей является не только увеличение продолжительности жизни онкологических больных, но мы должны приблизить качество жизни наших больных к качеству жизни здоровых людей при раке предстательной железы, и на это иногда возможно. Спасибо за внимание.